Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 13 февраля 2018 года, вторник, по одному из старинок, 24 день месяца Юка Стужи, 7526 лета неделя, восстановление сил, снятие стресса, сказитель Артем Ива. И мы переходим к вопросам и репликам, которые появились в канале Ютуба, youtube.com.slavradio и на нашем сайте slavradio.org. Так, первый вопрос к нам пришел в 20 часов, одну минуту от горлового пения. Как вы определяете, что есть добро и что есть зло, что есть негатив и что есть позитив, что добро для одного, зло для другого? Так же и с делами. Для одного они добрые, а для другого злые. Спасибо большое за вопрос. Я, если ответить на философский момент этого вопроса, сказал бы так. Когда мы принимаем определенные решения, то в нашей голове появляются мысли. И эти мысли могут быть, ну что ли, неуверенности, а может быть, что я доверяю Вселенной. Когда мы общаемся с человеком и принимаем определенные решения, у нас будет в душе либо радость и благость, либо стеснение, страх и боль. Поэтому с этой точки зрения, о которой я сейчас только что сказал, очень легко понять, что необходимо перестраивать. Если ко мне приходит человек, у которого есть душевная боль, он что-то хочет сделать, и ему не хватает веры в себя, то тут очень просто. Я стараюсь найти в нем резервы, чтобы он поверил в тот скрытый потенциал, который у него есть. Но, конечно, бывают такие ситуации, когда нужно разбираться. И, как вы сказали, целиком правильно, что для одного добро, для другого зло. Но это может быть как серьезный момент, так и шуточный. Но, знаете, наверняка все знают эту историю про гипнотизера, когда такая большая уверенная женщина пришла, втолкнула своего маленького, мелкого мужа и сказала, давайте, гипнотизируйте его. На что гипнотизер сказал, ну что, ладно, сейчас поговорю. Смотрит на этого мужичонку и спрашивает, тебе что? Он говорит, пожалуйста, не делай этого. Жена сказала, что ты пить бросил. Но это единственная радость в моей жизни. То есть вот такая вещь. Такая для кого-то сложная вещь. Понимаете, я не могу сказать конкретно, например, что для каждого человека зло, добро, если приходит женщина и говорит, что ее бьет муж. С одной стороны, тут не может быть никаких других мнений. То есть это плохо. Семьера зла. Вместе с тем, я не могу сказать точно, что твой муж негодяй, давай, ну, мне надо разобраться, что происходит с этим человеком, почему он это сделал. И вот здесь надо разобраться, посмотреть, почувствовать, спросить об этой женщине, чтобы она искренне рассказала, что происходит. Спросить об ее муже, как это было. Ну, там много моментов. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если вкратце, что же касается души человека, то здесь надо действительно разбираться, каким образом сделать так, чтобы было больше позитивных эмоций. Бывает непросто вдохнуть в человека позитив. Бывает, что человек сопротивляется. Нужно какое-то время, может быть, длительное время, чтобы он очистился от негативных энергий, неуверенности в себе, печали, тоски или какого-то прошлого тяжелого опыта. Вот, скажем так, вот таким образом я определяю, где добро, где зло. Вот если совсем не знаю, то советую со своим, можно сказать, сенсеем, если так сказать, в силу традиций, которых я исполюю. Так, как сказал там, сопротивляется. Представляю себя, бежит мужик с дубиной за другим. Куда ты выбегаешь? Я тебя в светлое будущее загонять хочу. Я тебя спасти хочу. А, попался, гад, ты сейчас сопротивляешься. Ничего-ничего, я тебя в светлое будущее все равно загоню. Ну да. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как пища может влиять на стрессы? Благодарю. Вот ты нам тут кулинарные секреты раскрыл. Вот теперь давай уже более подробно. Ну, знаете, есть, ну, может быть, 30% населения Земли, которые очень сильно подвержены влиянию своего тела. Вот я отношусь тоже к этой категории людей. Ну, то есть, если, можно сказать, классифицировать людей, самая простая классификация на тех, кто преимущественно чувствует свое тело, преимущественно чувствует свои эмоции и склонны к интеллектуальным размышлениям, оценивает все с позиции интеллекта. И вот те люди, которые очень хорошо чувствуют свое тело и с позиции тела реагируют на то, что для них особенно важно вообще контролировать свое тело. К примеру, каким образом снимается стресс, да? Ну, к примеру, если вы знаете, что у вас в желчи, ну, как бы в печени очень много огня, если у вас очень сильно вырабатывается желчь, и при этом человек не знает вообще, не подозревает, не понимает, каким образом он кричит на других людей, почему он злится, почему рядом с ним там разрушение, все говорят, что он злюк и так далее, просто у него может быть как раз выделяется сильно желчь. Ему нужно повесить эту желчь. По крайней мере, не сильно провоцировать ее. То есть в тот день, когда ему нужно быть спокойным, не есть перченое. Вот. Подсолнечное масло не есть вообще. То есть не смешивать подсолнечное масло с квашеной капустой и любыми кислыми вещами, потому что кислое с подсолнечным маслом вместе очень сильно, так сказать, пробуждает желчь. И если, например, знать об этом и уметь погашать сразу, то возникают такие моменты, что вы балансируете. Значит, коротко, если сказать, добавить еще, надо определить свой тип человека, то есть что у вас преобладает в большей степени, там ветер, огонь, что у вас преобладает, там земля. И в зависимости от этого добавлять свой рацион, ту пищу, которая будет вас балансировать. Если вы активный человек, там темпераментный человек, то, может быть, вам больше надо водички пить успокаивающие, больше пить травы, такие как мята, ромашка. Они будут помогать стабилизировать вас, с собой носить пустырник, если прям совсем началось что-то попить пустырническое немножко. Если вы, наоборот, человек худенький, такой худосочный, вот, как сказать, много ветра у вас, то такому человеку, может быть, нужно больше заземляться, да, больше кушать водоплодные пищи, такие как каши, да, добавлять масло больше, да, молочное, потому что это будет подходить вполне. То есть эти моменты, они очень сильно влияют на нас, поэтому особенно мужчинам нужно разбираться в этом. Ну, а женщинам, как сказать, понимать, кто ты и дни, потому что, ну, бывают очень тяжелые ситуации, в частности, вот в Южной Америке, мне приходилось разбирать несколько конфликтов, когда были драки в себе, травмы, даже было одно. Убийство после того, как человек поел пищу, которая вызвала в нем гнев. То есть, ну, конечно, там были другие факторы, но толчком была именно пища. Там один случай был, когда он поел креветок с перцем и так далее, много белков и перченых, и после этого поругался и ударил свою жену. Вот. Ну, закончил смертью. Вот, это вещь. Я такие случаи знаю, поэтому рекомендую очень внимательно относиться к пищи, и пища часто провоцирует конфликты. Поэтому давайте будем изучать, что вы кушаете, это важно. Как хорошо, что я не в Бразилии и не ем с перцем креветок. Это вообще классно. Чувствую, что я уберег себя от множества проблем. А вообще, если вам не хватает энергии, скорости и движения, то в этом случае рецепт простой. Много-много огурцов и свеженькое молоко в большом количестве. И скорость прибавится, и энергии, и куда-то забудете. Сон делится, забудете про него. В общем, будет чем заняться. Далее. Горловое пение задает тебе следующий вопрос. Что значит общение с высшими силами? Как вы определяете, когда это общение взаимное? И когда они вас не слышат? Как они вам отвечают? И где гарантия, что это именно высшие силы? Помнишь, как это такая шутка-прибаутка? Если человек разговаривает с Богом, это религия. А вот если Бог с человеком, то это уже клиника. Вот мне напомнил сразу вопрос такой. Итак, если по-серьезному, что значит общение с высшими силами? Как определяете, когда это общение взаимное? Когда они вас не слышат? Как они вам отвечают? И где гарантия, что это именно высшие силы? Очень понятный в смысле вопрос в том плане, что человек, который его задает, значит, имеет такую практику общению с людьми, которые обманывают себя, человек, который очень глубоко смотрит на жизнь. Большое спасибо горловому пению и тем людям, которые стоят за этим именем. Я бы ответил на этот вопрос так. Если есть цель построить диалог с высшей силой, если есть цель построить диалог с Богом, такая здесь, ну что ли, тонкая вещь. Кто сказал, что мы не можем построить диалог с высшими силами, с силами добра, с силами гармонии? И кто, собственно, сказал, что мы не имеем права устанавливать такую связь? Да, нас могут в этом ограничивать. Люди могут говорить, да кто ты такой, почему там, кто-то с тобой будет общаться, почему, ну не знаю, президент тебя услышит, почему какие-то известные люди тебя услышат, почему, почему вселенная тебя услышит, нас постоянно ограничивают. Кто ты такой, чтобы это сделать? Мы знаем вместе с вами, мы знаем с вами, что бывали люди, которые напрямую писали там, вельможам, президентам, каким-то великим людям, известным артистам, они писали и каким-то образом смогли достучаться, и те им отвечали. Поэтому здесь я прежде всего бы построил так наш, ну что ли, ответ свой, что настроиться на общение с этой высшей силой. мы способны это сделать, я в это верю, я понимаю, я вижу, что да, это есть. Если ты искренне хочешь, и ты внутренне веришь, да, я могу обратиться к этой силе добра, силе гармонии, силе высшей, и я пытаюсь это сделать, причем эти попытки не являются какими-то связливыми и эгоистичными, то есть дай только мне, дай только моей семье, дай только то, что я прошу и так далее, если это более гуманистические обращения, ты просишь, чтобы людям было лучше в твоем регионе, в этом мире, ты просишь, чтобы вообще изменились люди, изменилась ситуация какая-то сложная, да, если ты просишь, чтобы изменилось твой взгляд на жизнь, твое мировоззрение, чтобы оно стало более терпимым по отношению к другим людям, если такое есть, то я верю, что это высшая сила ответит. И это будет именно диалог. Я могу сказать по себе, что настроиться на диалог с высшими силами непросто. Все время хочется сделать это каким-то разовым моментом. Я спросил, ответил, ну и так далее. И все, один раз. Как знаете, когда человек едет и все места заняты, он не знает, где поставить машину, он говорит, господи, помоги мне, дай мне место, чтобы моя машина ее не забрала, как это называется, машины, которые хватает, увозят. Эвакуатор. Да, да, рыболов, эвакуатор, мне сказал таксист, вот, чтобы не забрал, дай мне такую возможность. И в этот момент видишь, что кто-то выезжает, а господи, говорит, спасибо тебе, уже не надо, твоя помощь, он становится. То есть вселенная помогла, а человек сам думает, что, ну, бог просто не может. Как тоже по этому поводу есть история, что человек выпал с седьмого этажа, пока летел, так-то зацепился, его поймает. До тех пор, пока его поймали, он молился, там, всевышний, пожалуйста, как же я там вообще испортил жизнь другим людям, прости, пожалуйста, меня. Я мучил свою семью, и вот такое случилось, я выпал из окна, его тут ловят, и он потом отдышался, и думаю, господи, какие только мысли не пойдут. Вот, и поэтому я настроен на диалог, на длительный диалог. Это, возможно, чуть-чуть серьезный подход для нашей современной, как сказать, жизни, для нашего, как-то так, периода жизни, что люди любят быстро и сразу, что люди настроены на поверхностно и так далее. Но поскольку вот тот вопрос, который задавался этой группой для главы опения, я почувствовал глубину этого вопроса, я вам отвечаю, что настроиться на диалог, и если ты понимаешь, с кем ты общаешься, ты столь знаешь этот вкус, но если ты, как сказать, попробовал чистую воду, ты же знаешь, что этот родник, он чистый, он хороший, вот вы говорите молоко, если попробовал, не знаю, чистое молоко, какое-то настоящее, ты же уже знаешь этот вкус. Если ты однажды попробовал, то ты этот вкус знаешь. Поэтому мне кажется, что и здесь, если мы настроены на диалог с силами добра, мы понимаем этот вкус, который был у нас чистый, приятный. Мы к нему стремимся потом все время, поэтому я настроен именно на это. А ответы бывают, знаки, подсказки. Прежде всего, хорошее состояние. Если ты обратился к высшей силе, подумал о тех хороших людях, которые есть в твоей жизни, то первое, что происходит, это меняется эмоциональное состояние. Возникает покой в душе, в сердце, в мыслях. И это уже ответ, что правильной дорогой перейдём. Спасибо большое за вопрос. Да, но всё-таки я хочу уточнить. И где гарантия, что это именно высшие силы? Потому что иногда, понятно, кто-то может подыграть, и человек верит, что это высшие силы, а потом приходится за это платить, какая-то подстава происходит и так далее. Как определить, что это именно высшие силы, а не какие-то там низменные? Если человек сам не разобрался, то, может быть, ничто ему уже не поможет в этом плане. Поэтому, с одной стороны, это очень простое, надо расти душевно так, чтобы сомнений не возникало. С другой стороны, есть некоторые критерии. Их тоже можно косвенно определить. Но это косвенные критерии. Первый косвенный критерий, когда ты общаешься с силой добра, твоё тело меняется. Оно вытягивается. Оно становится более сильным. Оно распрямляется. То есть, ты не можешь общаться с высшей силой, при этом тебе хочется есть сладкое, курить или варяться. То есть, если ты общаешься с высшей силой, твоё тело становится другим. Поэтому, когда мне говорят, что сходили когда-то в какое-то место священное, и после этого они захотели наесться, напиться, то я сомневаюсь, что люди получили контакт с высшими силами. Поэтому есть косвенные такие показатели. Первое. Тело хочет быть здоровым. Есть не хочется. Ты хочешь наоборот пребывать в чистоте. Это первое. Второе. Твоё эмоциональное состояние возвышенное. То есть, у тебя именно позитивные эмоции. Ты хочешь их источать. То есть, после того, как случился контакт с высшими силами, ты хочешь кому-то подарить добро, улыбку и так далее. К тебе приходят светлые мысли и идеи. Например, ты понимаешь, как что-то сделать. Ты не чувствуешь, что ты кому-то должен. Потому что если неизменные силы вступают в контакт с человеком, возникает такая мысль и состояние, что ты кому-то что-то должен. И вот это должен, должство, да, как правильно, вот это тоже неприятное состояние. Зависимость и должен. Вот поэтому надо смотреть. Если человек хорошо вошёл в контакт с этими силами добра, он не чувствует, что у него какая-то слабая роль. Ну, как бы, ты выше меня, а я там грязь земная и так далее. Нет, такого тоже не возникает. Наоборот, чем более высокая силовость, в которой ты контактируешь, тем больше ты чувствуешь себя, ну, что ли, наравне с ней частью её. Ну, и я не вижу, что это является каким-то эгоизмом. В этом плане мне очень нравится книга «Тайномёрки». Я смело говорю о ней, потому что там тоже говорится о системе самку, путь, который я исповедую. И, в общем-то, то есть, как говорится, с системой самку – это часть тоже моих историй, бесед о том направлении, которое я исповедую. Поэтому вот эта книга в этом плане мне нравится, как она объясняет силы добра и силы, как они взаимодействуют в человеке. Ну, вот так. Вот пока ты объяснял, горловое пение написал, ну, вообще-то демонические силы в той же Махабхарате. Ого, какие сильные и здоровые были. И, между прочим, мудрые. Не могу поспорить. Очень даже может быть. Не могу поспорить. Я не знаток этих вещей. Единственное, что я могу сказать от себя, что если человек идёт путём совести, то обязательно высшие силы будут ему покровительствовать. И какие бы козьи ни строили силы тьмы, то рано или поздно человек почувствует эту светлую дорогу добра. И добро, как говорится, восторжествует. Поэтому ищите голос совести, остальное приложится вам. Идём дальше. Стеша, вопрос в эфир. Скажите, как развить интуицию? Спасибо за ответ. Стеша, большое тебе спасибо. Интуиция бывает разных планов. Но для начала, чтобы развить интуицию, надо почувствовать, как бы разобраться, какая интуиция у тебя работает больше. Потому что существует такой, как бы, ну, примитивный момент, да, что все думают, что интуиция где-то в голове. Ну, как бы многие люди, когда в этой интуиции, сразу как бы начинают на голову обращать внимание. На голову надо обращать внимание, скорее всего, в последнюю очередь. Потому что я заметил опытным путём, интуиция прежде всего возникает в эмоциональной сфере, как бы в сфере чувств. И вот здесь, как бы, хорошо, плохо то, что ты делаешь, приходит как эмоциональное ощущение. Поэтому если ты настраиваешься на какой-то объект, да, ты думаешь, вот я хочу познакомиться с этим человеком, я хочу поехать в этот город. И твои чувства могут сработать. Особенно, ну, не знаю, у женщин это очень хорошо работает, они считывают, врет человек или нет. Да, я люблю тебя, я не люблю, там, я оживлюсь на себе, нет. Вот женщины, в принципе, в точной степени правды могут сочетать, говорит этот мужчина, правда или нет. У нас, у мужчин, в большей степени интуиция связана с физическим телом и с инцентивным телом, то есть процессами внутренним. Поэтому, если вы практикуете что-то, что очищает ваше тело, да, как-то вы там двигаетесь на природе, что-то делать, защищать организм, какие-то исповедуете методы очищения организма, укрепления физического тела, то вы можете прислушаться. Например, у нас был случай из Уфы, друзья мои поехали туда в Питер. Я очень помню, какой-то был год, когда в Питере завет заложников, ну, то есть известная была ситуация. И именно тогда случилась такая вещь. Была группа ребят, которые в это время ехали в Питер. И как раз они пришли ко мне на занятия. Я предложил им после занятий, после практики, когда мы сделали расслабление, послушать свое тело и как бы тело задать вопрос, что меня ждет в этой поездке. И это группа людей, как бы почти все, в основном они все почувствовали, что большое напряжение идет на тело. Некоторые отказались от этой поездки, некоторые поехали все-таки в Питер и оказались заложенными. Причем там была такая ситуация, что один парень все-таки сомневался, но он поехал. И он когда туда приехал, он задавал еще мне вопросы, что-то происходит не то. Я бы порекомендовал вообще остаться в отеле, никуда не ехать. И он избежал этой проблемы. Поэтому в нашем теле есть такая интуиция, надо ее слушать. Это случится, если вы будете развивать свое тело, очищать его, делать очистительные практики для тела. Очень полезно, если это очищение будет на местах силы, на чистых природных местах. Ну и все. И со временем вы разовьете остальное. Нужен какой-то навык, подсказки, обращайтесь ко мне, найдите меня в Телеграме, или на канале Ютуб. Какие-то остальные подсказки могу дать со временем, потому что здесь уже такой момент, он очень индивидуальный. Есть еще такие вещи, которые в народе называют проклятием, когда какой-то талантливый человек, он должен раскрыть свой интуитивный дар, но это случится в какой-то момент его жизни, то есть не сразу. Поэтому что-то как бы на него наложено, такой как бы завет, такое тоже я встречал, что смотришь, ребенок очень талантливый, но вроде бы должен видеть, но не видеть. Нужны условия, ситуации, наставник, чтобы это открыто случилось. Ты вот уже несколько раз упомянул слово наставник, сенсей и прочее, прочее. Скажи, пожалуйста, вот этим направлением духовных практик ты давно занимаешься? И вообще, что это такое за духовные практики? Может, это вообще такое, что нельзя туда ссуваться простому человеку? Может, ты там какую-то секту агитируешь? Ну, в принципе, скорее всего, секта и есть, потому что сейчас любая толпа, которая собирается вместе, называется сектой, поэтому легко, как сказать, сейчас называют сектой любых маржей, любых, не знаю, людей, которые занимаются сетевым маркетингом, поэтому фактически сектами назвать можно всех, поэтому тут такое дело, что если кто сект боится, лучше он сразу скажет, что я сектант, поэтому им будет проще. Что же касается духовных практик, я могу сказать, что это духовная практика, в принципе, хотя я был так воспитан, что дух или развитие духовных качеств, духовных сил мужчины, то есть его силы, воли, его уверенности в себе, его здоровье, это вещь, которая является неотъемлемой частью нашей жизни, и ее всячески нужно развивать. Когда я занимался боевыми искусствами, то есть я встретил своего сенсея, и по-прежнему он меня ведет, я задаю ему вопросы, особенно по части астрологии, он в этом хорошо разбирается, поэтому он меня консультирует, помогает, тут, как сказать, бояться нечего. Наставником я был всегда, и когда я работал, ну, как сказать, объяснял, как энергетическим способом можно воздействовать на расстоянии, футболисты тоже меня называют наставником, потому что в Бразилии я работал с футбольными клубами, поэтому я этого слова не боюсь, они меня называют наставником, мы по-прежнему называем наставником. Вот я знаю, в принципе, преподаватели, как сказать, тренера в футбольных клубах тоже наставниками называют, поэтому предубеждение – это одна из тех вещей, которые, в принципе, людям нам надо стараться избегать, особенно мужчинам, в принципе, суеверие и предубеждение стараться поменьше в себе держать, потому что это ослабляет. Начинаешь как-то всего бояться, то твоя стила сжимается. А мне кажется, что настоящий мужчина разберется в любой ситуации и главное доверять духу в себе, своему опыту, своему стержню. Я начал заниматься именно как развитием себя интенсивно в 92-м году. То есть я принял такое решение, что я буду единственным заниматься чем в жизни, так это только этим. В 90-м году я вернулся из то, что можно назвать армией. Восвообразная такая армия на Дальнем Востоке. В общем-то, там я познакомился тоже с еще одной группой наставников, которые занимались способами оздоровления с помощью меда. Я, кстати, вот вы видите, в перерыве надел такой талисман языческий, поскольку мне здесь подарили в Южкарале. Как раз вчера я сейчас подарил. И та группа людей, которые занимались оздоровлением с помощью меда, они жили за счет меда. То есть все, что было в их жизни, это был мед. Больше половины из них было на бывшими заключенными, которые по политическим убеждениям сидели в тюрьме. Поэтому я с детства понял, что ограничения всегда будут. И люди, которые боятся сект, ну, как сказать, подвержены чему-то, скажем так. А те ребята, которые занимались нотом, которые жили в тайге, они мне очень понравились. И я у них жил после того, как отслужил в армии. Потом вернулся, еще года-полтора пожил, как сказать, в больших городах и понял, что это вообще не мое. Потом уже начал заниматься энергетическим практиком системы САМПО. И в чем тут развитие, так сказать, духа? Первое, что я понял, что твое тело должно быть тебе подвластным. И ты, как мужчина, если ты постоянно занимаешься тренировками своего тела, то это большой плюс тебе. Ты можешь многое достигать, потому что в твоем теле есть сила. Тело не может быть сильным отдельно от духа, отдельно от уверенности. Ты не можешь быть уверенным просто сам по себе, потому что это всегда общение с людьми. И легче быть уверенным, когда ты поддерживаешь других. Поэтому без развития любви, ну как развитие? Это не мышцы. Раскрыть себя для себя любви, ты тоже не можешь просто так жить. И потом тебе постепенно предстоит отвечать на вопросы людям, поэтому твой ум должен тоже развиваться. Вот есть и путь, который я исповедую. Да, есть книги, которые мне близки в большей степени, как я уже сказал, Тайна Мертвых. Есть книга по следам мастера, которая написана на основе событий в моей жизни. Вот. Вот, в общем-то, и все ответы на этот вопрос. Поэтому я считаю, что каждый человек должен заниматься саморазвитием, пробуждением своего истинного начала, раскрытием своего потенциала, раскрытием своего высшего я. Это самый главный смысл всего нашего существования на Земле. Чем бы ты ни занимался, твой взгляд должен быть направлен также и внутрь тебя. И, наверное, это и есть путь. Я желаю всем найти свой путь, найти свою силу, раскрыть ее, и чтобы это несло позитив людям. Это будет так. Хорошо. Идем дальше. Горловое пение. Продолжаю тебе вопросы задавать. Человек же венец творения. Он может преодолеть всякие астрологические предписания. Если ребенок не зачинается, значит, родителям нужно убрать косяки, мешающие со стыковки. Точка. То есть мне нужно дать какой-то комментарий, я так понимаю, да? Если желаешь, можешь прокомментировать. Если нет, то можешь ответить. Человек – это венец творения. Вот вначале был вопрос. Но я действительно склонен к тому, что это комментарий мне нужно дать, потому что я, так сказать, не вижу какого-то вопроса ко мне лично или противоречий к тем словам, которые мне сказали, потому что я привел пример мировоззрения людей. И этот, что ли, комментарий только подтверждает то, что я сказал. Спасибо большое. Венец творения. Уф. Мой взгляд на то, что каждый из нас имеет потенциал. И он прекрасен, да? Если у нас есть ребенок, и у него есть такой потенциал, и вот уже задача наша, да, как взрослых людей, сделать так, чтобы он помог этот свой потенциал раскрыть. Я считаю, что Бог безграничен. Он все. В том числе, Бог сейчас в нашем разговоре присутствует. И он чувствует какие-то моменты, не знаю, доверия, силы, вдохновения, какие-то моменты сомнения. То есть он присутствует вот в этом процессе. Поэтому венец творения в потенциале, возможно, да. Я себя венцом творить не считаю. Иначе, наверное, я разленился бы и лежал бы каждый день и ел там мед с молоком. Вот. Еще каким-то хлебом заедал бы, наверное. Вот. Бездельно все. А поскольку я вижу много моментов, которые мне предстоит раскрыть, типа мы с другим должны раскрыть. То есть я и действую. Вот. И не думаю о том, что я внествовании, иначе у меня наступает лень. Но это у меня так. Возможно, у вас по-другому. В общем, занят делами, думать некогда, да? Про эти глупости думать некогда. Я занимаюсь делами. Простите, если кто-то меня не понимает. Ну, отлично. Ну, вообще, общение – это отлично, да. Далее. Горловое пение. Вот насел на тебя. Здорово! Класс! Давай, давайте! У-у-у-у! У-у-у-у-у! Да, хорошо. Гравитация планет в зависимости от их близости в момент беременности сказывается на гороскопе. Но планета влияет на все тело плода. Причем тут пальцы и теории, что этот палец отвечает за Марс, другой там еще за что-то. Кто вообще придумал, что разные части тела или пальцы отвечают за какие-то там планеты? Класс, правда, да? Класс! Спасибо большое. Нет, я, как сказать, эмоционирую, потому что мне нравится, что наше общение вызывает эмоции, вопросы. Скажем так, человек по своему рождению на всем теле, не только как… Вы же слышали такую фразу, что глаза – зеркало души, да? Я бы там сказал, что не только глаза – зеркало души, лицо – зеркало души, не знаю, все наше тело, руки. И замечено, что все наши части тела воспринимают потоки определенных планет. То есть нравится кому-то это или нет, кто-то знает об этом или нет. Суть в том, что мы, люди, воспринимаем нашими энергетическими центрами, кто верит в чакре, кто их развивает, да, знают, что каждая чакра связана с определенной планетой. То есть она этот спектр энергии воспринимает. Ну, например, энергетический центр внизу живота, сексуальный центр. То есть с чем он связан? Он излучает, например, притяжение, сексуальность, да, он излучает. Если человек красив, он излучает сексуальность. И он также воспринимает сексуальность. Вот, чакра, да, энергетические каналы, то есть также работают, передают определенную энергию, воспринимают. Наши пальцы являются индикатором. То есть они воспринимают определенные влияния планеты, да, и являются показателем определенных событий, также как точки на лице. То есть все эти вещи вообще, я считаю, надо изучать. Физиогномику, все надо изучать. Хирологию, надо все это изучать, чтобы понять больше, кто мы такие есть. Потому что в каждом, ну, не знаю, в каждом знании есть определенный корень, божественный корень, да, вот, можно через любое знание постичь, не знаю, Вселенная, Творца. Вот, в том числе через горловое пение наверняка можно. Вот, я думаю, что если такой вопрос задается, просто существует некий момент, ну, что ли, не изучение этого еще, может быть, просто человек наблюдал, как это происходит. Я поделился своим опытом и, возможно, а вот я в это верю, что кому-то этот опыт помог. По крайней мере, ту запись, которая сейчас ведется, я покажу своим ученикам, сэкономлю свое время, то есть покажу вообще, ну, как это работает, да, чтобы, может быть, не объяснять лишний раз, вот, что на наших пальцах появляются такие подсказки, и тот, кто хочет услышать, он такие подсказки услышит. Поэтому, что я могу сказать по этому поводу? Спасибо за вопрос, спасибо за ваше мнение, то есть, в принципе, у меня есть такой взгляд, что мы должны уважать любое мнение, я уважаю, что у вас есть такое мнение, вот, а для тех людей, которые хотят еще, так сказать, воспринять какое-то мнение, я даю такой ответ, вот, есть пальцы, посмотрите, кто хочет больше, поизучайте. В принципе, можно даже дать ссылку на такой текст, где вы можете об этом почитать лучше. Те, кто, конечно же, захотят. Спасибо. А кому будет мало пальцев на руках, можете разуться и посмотреть еще на пальцы на ногах. А тут, если бы ты видел, что у нас в чатах творится, как комментарии, люди между собой пишут, как они общаются, ты бы понял, что ты заразил своим оптимизмом людей, а они в ответ тебе посылают такие же реплики. Тут, в общем, веселая компания такая собралась. Ну, затмение скоро. Да, вот, например, Геннадий написал, за большое количество вопросов горловой пени сегодня получит Оскар. Вот так, хорошая такая реакция. Дальше тут идут сообщения, кто там находится на какой стадии развития. И тут Андрей написал, подсолнух, ты на верхушке пищевой цепочки. И тут ответ идет, Стеша, а ты наверху нефтяной цепочки. То есть, здесь идет такое. И вот, когда про пальцы встал разговор Вася Дада, палец в носу отвечает за ковыряние. То есть, он так приземлился, в общем, все хорошо и просто. Ну, что ж, еще давай два вопроса, две реплики. Сейчас посмотрим, реплики это ли вопросы будут. Горловое пение, хотя вопросом уже не принимаем, но понравился вопрос, поэтому выношу его на твой суд, на твой ответ. Горловое пение в эфир. А почему вы решили, что Вселенной вообще есть дело до вас? То есть, до вас почему дело-то у Вселенной? Или, что Вселенная, ну, прям, бежит и спотыкается, только бы сделать вам счастье с большой буквы? Вы знаете, мне кажется, что каждый человек здорово было бы, если бы он задумался над тем, что действительно Вселенная хочет ему счастья. Мир так устроен, что многие переполнены негативизмом, напряжением и так далее, то есть, переполнены стрессами люди и совершенно не думают о том, что кто-то желает им добра, какие-то силы желают по-настоящему им добра. А, к сожалению, многие мужчины, кого я знаю, разуверились в том, что есть позитив и так далее. И поэтому обращаются к Вселенной за позитивные энергии только когда им совсем тухло, ну, или после запоя. Вот, обращаются, чтобы Вселенная что-то дала им. А само мировоззрение, что эта Вселенная, это живая, журчащая река жизни, которая может наполнять человека оптимизмом, силой, вдохновением, уверенностью. Такой настрой, такой подход меняет точку зрения. на жизнь. И то, что я могу сказать, видя новое поколение детей, кристаллов, детей, ну, не знаю, вундеркиндров, они видят именно так жизнь. Я общаюсь с ними не так часто, но все-таки некоторые есть такие моменты, когда мы приходим в детские дома, когда помогаем детям, которые остались одни, я вижу, что среди детей сейчас все больше и больше появляются тех, которые видят жизнь иначе. И мне кажется, что это венье времени. Вселенная хочет, чтобы мы увидели мир как живую энергию, которая хочет нам помочь. Что касается, несется ли Бог, Вселенная к нам спотыкается, чтобы помочь. Я диагностирую, что в этих словах существует определенный взгляд, может быть, потери, веря в свои силы, в свое, как сказать, творческое начало и так далее. Вот от этого легко можно избавиться, посмотрев со стороны на ситуацию, что если так думать, то действительно на помощь не придет эта сила свыше. Наоборот, она будет всячески показывать, что ты прав. Да, Вселенная не бежит к тебе. Наоборот, она поворачивается к тебе какими-то другими частями тела, чем-то там спиной или то, что ниже спины. Вселенная поворачивается к нам. И это будет доказывать эту точку зрения. А вот именно многообразие точек зрения и решает ситуацию по-другому. Есть другая точка зрения. Если мы посмотрим на нее с точки зрения, что Вселенная к нам повернута лицом, и мы стараемся с ней общаться, мы стараемся ее понять, и в процессе этого взаимодействия измениться, то тогда произойдет что-то нечто особенное. Я благодарен за этот вопрос, потому что меня тоже заставляет задуматься сейчас в очередной раз. А что прока от того, что я думаю, что Вселенная бежит ко мне с цветами? Может быть, в этом прока и нет. Действительно, если просто так думать, то прока в этом нет. А если вы думаете, что да, Вселенная идет ко мне с открытыми объятиями, если вы объединяете вокруг себя людей, которые начинают тоже заряжаться этим, и вы все вместе так думаете, создается определенное энергетическое пространство, вот эти силы, где люди чувствуют, что Вселенная к нему идет. И в этом пространстве можно понять нечто, можно, не знаю, пережить этот контакт Вселенной, которая идет нам навстречу. И это может преобразить и людей, и наши земли. Я вот за это. Вот, ну что ж, всем, кто так думает, я благодарен. Всем, кто так не думает, сейчас приют в компьютер, тоже благодарен, но это, в принципе, классно. Вспоминается такой детский стишок, в переводе на русский язык звучит так. Утром выйду рано-рано, небо чисто-чисто, и ко мне бегут тюльпаны, поросе, душистой. Казалось бы, такая не складушка, а вот, ну, а ребенок отражает это вот такой интересный, да, поворот. Хорошо, а как ты думаешь, вообще, вообще, вот такие настроения у людей откуда появляются, что обида на кого-то, что-то не сложилось, желание кому-то что-то доказать, почему вот такое, ну, может быть, отторжение, что к тебе Вселенная бежит навстречу? Почему вот такой взгляд появляется? Как ты думаешь, с глубины своего опыта, если так посмотреть? Ну, друзья мои, вообще так много поводов, вот, если опять же с точки зрения той астрологии посмотреть, есть определенный настрой, то есть, есть люди, категории людей, которые, ну, что ли, родились с таким настроем, да, опять же, там, влияние планет такого в их жизни, и они настроены так, что, как бы, мир не идет им навстречу, но мы же развиваемся все, и наша задача именно сделать так, чтобы наш этот настрой, да, понимание, ну, изменилось, преобразилось, вот, чтобы мы перестали там ворчать и сказали, о, слушайте, как интересно, я понял, то есть, все это время, там, 20, 30, 40, 50 лет, у меня была такая точка зрения, и сейчас я понял, что мир устроен по-другому, вау, это интересно, то есть, вот эти моменты, понимание жизни, взгляд другой, мне кажется, это здорово, если это у нас происходит, почему мы нет, поэтому, я не вижу, что это какая-то проблема, люди высказываются, ну, здорово, у кого-то есть такой взгляд, и, в рамках этой передачи, это случилось, как сказать, для того, чтобы все, кто слушают и смотрят, ну, они применили это к себе, а какой у меня вообще взгляд на жизнь, чем я вообще думаю о Вселенной, на что я настроен, то есть, по лицу получу или подарок, на что настроен, вот, это, во-первых, настрой, настрой, это очень важный момент, как ты думаешь, что ты получишь, с чем ты идешь в этот мир, после настроя должна быть определенная сила, энергия в тебе, как бы, зажженность, пусть эта зажженность влияет на людей, пусть эта зажженность создает вокруг тебя, не знаю, ауру добра и позитива, действия, при этом, как я уже начал наш разговор, обращаться к этим силам добра, силам Вселенной, чтобы они давали поддержку, и если все это есть, то жизнь становится интересной, и я не могу сказать, что у меня какой-то колоссальный опыт, да, еще большой, вот, но с 92-го года я пробую, изучаю, люди обращаются ко мне, я не сижу без работы, может быть, да, я стараюсь становиться известным, я не трачу на это деньги, как стенд, на рекламу, чтобы стать известным, потому что, ну, я трачу время и энергию на общение с людьми, в которых есть вопросы, и есть желание, и есть боль, ну, и все. Вот насчет позитивного настроения, такой анекдот есть, когда в конструкторском бюро изобрели парашют, новый автоматический, который делает все вообще, и сам останавливается перед землей, планирует там, ну, и так далее, все-все-все, так коробку только весаешь, за кольцо дергаешь, а дальше он все за тебя делает, и, значит, надо его кому-то испытать, ну, а все испытатели как-то скептически настроены, говорят, да это фигня, не раскроется, что вы тут придумали-то, ну, а прыгать кому-то надо, говорит, а давайте он Михалычу, там, дворнику нашему, поляну, накройте ему, он вам с парашютом с этим прыгнет, ну, и подходит, слышишь, Михалыч, тут дело такое, хочешь поляну мы тебя накроем, там, отдохнешь, посидишь, подумаешь, говорит, конечно, хочу, а что сделать надо, ну, вот, говорит, коробочку оденешь на спину, мы тебя поднимем, он туда вот на самолете, на километр, ты выпрыгнешь, и вот эту бамбушечку дернешь, ну, и все, и приземлишься на парашюте, ну, и поляна твоя, ну, что, не проблема, залез, поднялся в самолет, все нормально, летит, вытолкнули его оттуда, он с бабушечкой дернул, парашют что-то хрям-брям, и не раскрылся, но летит он дальше, думает, так, с парашютом меня накололи, интересно, что будет с поляной, то есть, позитив во всем, ну, что ж, давай дальше, давай дальше, Владимир Орлов, в ашраме, если да, то какие были первые впечатления? Благодаря за слово сказитель, то есть, для меня, на самом деле, это слово, ну, очень уважительное, спасибо большое, за то, что меня объявили сказителем, потому что те сказители, которых я видел на Алтае, это действительно очень почитаемые люди, ну, или в Средней Азии встречал сказители, это всегда люди, которых почитали, спасибо. Бывал ли я в ашрамах? Ну, да, и ни в одном впечатлении. Не знаю, у меня всегда, если ты приходишь в то место, где люди развиваются, всегда отличные впечатления, люди что-то ищут. Вот первое впечатление в том первом, может быть, в доме Сиры, в храме Сиры, где я побывал, что так много людей, которые увлечены чем-то, я никогда не встречал. И, может быть, первое впечатление было еще таким, что наконец-то я пришел домой. Вот такие вещи. Мне нравится творчество, душевное творчество, поэтому если люди собираются вместе и начинают развиваться, делать практики вместе, гулять, обсуждать, вместе смотреть на Луну, загадывать желания, мне кажется, это здорово. Я желаю, чтобы всем мы, в конце концов, встречались на каких-то больших полянах, вместе водили хороводы, смотрели на Луну, делали вместе такие хорошие визуализации добра. Это будет здорово, я очень сильно всем это желаю. И я могу сказать точно, что на 23 февраля я буду с группой людей, мы будем на Урале, и это будет хорошая группа парней, у нас там много будет веселых испытаний, углехождений, купания ежедневного снегу, спортивные упражнения, тренировки, чемпионаты. Мы будем проводить свои какие-то турниры, добра. И мы будем излучать эту силу и посылать всем, кто в это время будет что-то делать хорошее, позитивно. Это я могу точно обещать. Поэтому объединяйтесь в хорошие группы, несите добро тем, кто рядом с вами, и это всегда вернется обязательно и нам, и нашим детям. Я так считаю. Ну что ж, хорошо. Я также приглашаю всех, кто хочет нести добро людям. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей тоже группе. Народного славянского радио. Если у вас есть творческий потенциал, хотите что-то делать на благо державы и всего мира, то милости просим. Если вы компанейский человек, если вы умеете слушать, умеете что-то делать, то приходите, общайтесь. Будем вместе делать мир лучше. Не продавливая его, а именно неся добро всем миром. Ну что ж, у нас есть традиция заключения. Что-либо пожелать нашим радиослушателям и зрителям, исходя из той темы, которая была заявлена. Вот я тебе предоставляю микрофон для того, чтобы ты что-то доброе, вечное сказал напоследок. Дорогие друзья, дорогие соратники, дорогие те люди, которые смотрят и слышат, я желаю всем нам позитивной большой силы. И как однажды сказал мой первый наставник, если у тебя будет позитивная сила, то будет добро и любовь. Поэтому желаю вам всем силы, позитивной внутренней энергии. И пусть эта сила, во-первых, изменит наше состояние, ваши чувства и мысли, привлечёт людей, которые вместе с вами будут нести добро и свет. И славянскому радио, и Юле, которая меня пригласила сюда, и вам, Алексею Орлову, огромное спасибо. Вы действительно настоящие, истинные сказители добра. Вообще всех я вас очень-очень уважаю, поэтому пишите любые комментарии, это всегда здорово. И всем добра и счастья. Ну что ж, низкий поклон тебе за то, что ты поделился светом, добром, радостью, влил позитив в наш мир радости и счастья. А мне остаётся напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 февраля 2018 года, вторник, по одному из старинных, 24-й день месяца вьюг и стужа, 7526 лета недели. Не знаю, как там в Бразилии насчёт вьюг и стужа, но вот календарь такой, да. Восстановление сил и снятие стресса. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. И не просто это была тема, это был сам такой эфир. Исказитель Артём Ива ответил на многие вопросы и поделился своим веданием и знаниями, за что ещё раз низкий поклон. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, что были с нами, задавали интересные вопросы, задавали вообще такой настрой, отвечали своим настроем на наш посыл. Желаю всем всё самого-самого доброго. Прощаюсь с вами. Быть добру. Просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова